Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 25 января, и перед началом нашего обзора я хотел напомнить, что на нашем YouTube-канале также проходят трансляции, публикации важных баккароэкономических данных. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал и не пропустите. Ну а те трансляции, которые будут сегодня, вы сможете найти под описанием к этому видео. Итак, начнем. Евро-доллар. Здесь ничего не меняется, тенденция восходящая сохраняется, и следующие цели по восходящему движению находятся на отметке 1.2554. А ближайший разворотный уровень пока отмечаем на минимальных значениях вчерашнего дня, отметка 22.91. Пара британский фунт, американский доллар, также продолжает свое восходящее движение. Следующая цель находится на отметке 1.4579. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.3996. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. Следующая цель на снижение – это область 1.2241. А ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.2427. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое нисходящее движение. Следующие цели – это область 1.0788. А ближайший разворотный уровень можем отметить на максимальных значениях вчерашнего дня – 110.33. Австралиец продолжает свой рост. Следующие цели по восходящему движению – это область 1.8136. Разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.7992. Пара еврофунт продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели – снижение – это область 1.8631. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях вчерашнего дня, область 1.8786. Золото продолжает рост. Сегодня уже торгуемся выше максимальных значений вчерашнего дня. Цели по восходящему движению – это область 1.387 долларов за тройскую унцию. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.339. Нефть марки Brent продолжает укрепляться. Следующие цели роста – это область 1.7195. Обновили уже максимальные значения, которые были в этом году. И вновь за 2018 год нефть находится на исторических максимумах. Ближайший разворотный уровень по нефтемарке Brent можем отметить на минимальных значениях вчерашнего дня, отметка 69.64. По индексу DAX началось коррекционное движение. Вчера мы смогли закрепиться ниже минимумов 23 января, что после обновления исторических максимумов по индексу DAX нас вновь возвращает к коррекции. Соответственно, завершение данной коррекции послужит интересной ситуацией для присоединения в сторону роста по индексу DAX. Поэтому на текущий момент от покупок пока нужно подождать по данному инструменту. А вот завершение коррекции будет являться интересным сигналом для присоединения уже в сторону основного тренда. Но об этом мы будем уже говорить дальше на наших следующих обзорах. По биткоину сегодня с утра мы видим торговлю выше максимальные значения вчерашнего дня. Это отметка 11.442. Если биткоин сможет удержаться выше минимальных значений среды, это отметка 10.482, то вероятно уже продолжение роста с целями на 13.200, на 15 и соответственно на 20.000. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите под комментарием. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Продолжение следует...